Утро на Болткоме И доброе утро, доброе утро продолжается. Утро на Болткоме, а Бекелкин Александр Шунин в эфире. С нами на связи Марсис Вилсон, с председателем правления Латвия Спастц. И ближайшие несколько минут, я думаю минут 10, мы поговорим о том, как ковидная ситуация отражается на работе почты. Все мы обратили внимание, конечно, первое, что приходит на ум, на очереди, которые возле двери образуются. И мало кому это нравится. Смею заметить, наверное, никому не нравится стоять в очереди, особенно неделю назад, когда морозы были. Почему же сложилась такая ситуация? Какие изменения в работе почты произошли за последний год? Об этом, обо всем мы сейчас и поговорим. Напомню, с нами председатель правления Государственного акционерного общества Латвия Спастц Марсис Вилсонс. Господин Вилсонс, доброе утро. Доброе утро. Прекрасно, связь установлена. Тогда начинаем. Итак, тот вопрос, который уже только что прозвучал, точнее, та проблема, которая была обозначена. На очереди, на улице, перед почтовыми отделениями. Почему приходится стоять, чтобы отправить письмо, получить посылку или совершить какое-то другое действие в почтовом отделении? Да, ну, как, я думаю, любого, так и на нас повлияли новые ограничения, которые у нас в стране сейчас. И, например, вот в феврале, когда вступили в силу эти новые ограничения, законодательство, то мы должны были закрыть еще 25 кассовых систем, которые до этого обслужали клиентов. И декабря еще до этого было закрытие 60 кассовые системы. Это значит то, что, например, у нас в Риге были такие почтовые отделения, где до этого работали 4 кассы, которые обслуживали клиентов. И после новых ограничений мы сократили эту цифру до одной кассы. То есть, я правильно понимаю, к вам относятся те же самые ограничения, как к торговым точкам 25 квадратных метров на живого человека? Ну да, вот на 25, это я еще уточню, у нас были очень много беседов с Министерством экономики насчет этого ограничения. Потому что, ну, два вида ограничения. Есть 15 на тех, которые предлагают услуги, и 25 на торговлю. Мы делаем и то, и то. И так получилось, что изначально и полиция, и все считали, что на нас мы должны следить за 25 квадратных метров на одного клиента. И мы так и делали. Также полиция это проверяла. Но мы достигли прошлой недели то, что мы получили ответ от Министерства экономики, что мы предлагаем сервисы и услуги. Так что мы можем перейти на 15. Так что с дверга... Ну, это уже позитивный результат. Да, с дверга мы открыли обратно этих 95 касс, и я думаю, на этой неделе ситуация будет уже гораздо лучше. То, что мы с нашей стороны еще сделали, мы открываем пакуматы в почтовые отделения. Но начинаем с тех отделений, где есть такой отдельный коридор, если можно так сказать, еще до этого, как мы поступили в почтовые отделения. И этот коридор мы можем оставить на ночь открытым, например. И такое решение мы уже сделали в 85-е почтовые отделения в Риге. И это значит, что работники этой почтовые отделения добавляют посылки в пакуматы. И когда клиенту отсылается приглашение в формате СМС, тогда он видит, что он должен получать посылку в пакумате. И, например, этот пакумат в 85-е почтовые отделения, он доступен 24 часа в сутки. Такого же мы сегодня же поставили в Ялгове, этой неделе будет в Огре, и тогда будем еще добавлять в Риге. Так что я думаю, что это тоже ускорит обслуживание клиентов, особенно в почтовых отделениях. Но то, что могу еще добавить, клиент уже сегодня может переправить посылку на любой, не знаю, другой канал, как получить посылку. Например, либо это доставка на дом, либо бензоколонку, либо пакумата уже сегодня. Вот насколько сейчас вообще востребована, скажем так, доставка пенсий наличными средствами, или сейчас все переведено уже на банковские счета? Нет, такой услугой пользуется достаточно много наших жителей. И это тоже одно такое предложение, с моей стороны, что я думаю, сейчас очень хорошее время перейти, например, на ту же... Вот-вот. ...на дом, и тогда сеньорам надо звонить и заказать такую услугу, как АВСАА, агентство... Да, агентство социального страхования. Вот в связи с этим я хотел спросить, ну ведь получается, что почтальоны тоже попадают в эту группу риска, раз им приходится много контактировать, какие-то меры тоже, не знаю, защиты. Может быть, вы обратились с просьбой, когда будут вакцины, как-то вакцинируют пенсионеров, ну, в такой тоже приоритетной группе. Почтальонов. Почтальонов, да. Почтальонов. Да, да, мы указали с нашей стороны, что не только почтальоны, но и те сотрудники, которые работают в Почтальоне, конечно, они тоже под риском. И что я хочу подчеркнуть, то, что мы работали и в прошлом году, когда все началось, и летом, и то, что почта работала все время. Так что наши, из-за этого я хочу еще раз подчеркнуть и сказать спасибо нашим сотрудникам и работникам, что за эту огромную работу, которую я не делаю каждый день. Что касается вакцинации, вас включили в первоочередную очередь? Нет, нет, в первоочередной очереди нет, но мы с нашей стороны указали те, как это, аматы. Должности. Должности, да, которые мы видим, что они повисли риском и это отправили, да. Так что надеемся, что это повлияет. Вы упомянули различные современные способы решения почтовых услуг, так сказать, предоставления. А почему до сих пор нельзя, например, ну, сейчас приходишь в отделение и берешь номерочек в порядке живой очереди. А почему нельзя через какую-то аппликацию, например, или на домашней странице записаться на какое-то время приема, ну, как врачу, заранее? Да, такая возможность до сих пор есть. У нас до всех ограничений такая возможность была 82 почтовые линии, это самые большие почтовые линии. Но то, что случилось после тех изменений, ограничений, которые стали в силу в феврале, та же самая причина, то, что я уже говорил, что если у нас оставилась одна касса, тогда мы не можем обеспечить две очереди. И там еще были такие почтовые линии, например, Мару, где мы находимся в торговом центре, там вообще без этого ящика не было возможности войти в торговом центре. Так что эта альтернативная очередь стала не работать. То есть получилось бы, что одна очередь, которая в режиме прямого времени, скажем, а другая очередь для тех, которые без очереди? Да, и то, что мы видели, что там начались всякие споры возле почтовые линии, это тоже было нехорошее решение. Ну конечно, конфликты никому дополнительно не нужны. На этих две недели где-то 10-11 почтовые линии, но сейчас уже мы восстановили, и в принципе 76 почтовые линии это поддерживает. Так что клиент может взять наше приложение и встать в очередь с телефона. Скажите, пожалуйста, а как на работе Латвийской почты, я напомню слушателям, мы беседуем с Мартисом Вилсенсом, председателем правления Латвия Спас, как отразилось на работе вашего предприятия, ну в целом ситуация в мире, что касается перевозок, например, стало ли медленнее, стало ли быстрее вся эта доставка? Ну да, то, что самый большой вызов был в прошлом году в марте, когда остановилась авиоиндустрия, и все пассажирские самолеты перестали летать. До этого в почтовом мире, в принципе, 90 посылок отсылались через авиопассажирские перевозки. И, конечно, мы должны были искать всякие другие способы, как доставить посылок. Это было не только в фуре, но и по морю, например, в той же самой Австралии, и всякие другие виды. Конечно, это повлияло на скорость, и до сих пор есть иногда много пробок и аэропортах, и где накапливаются эти посылки, и ждет свою очередь на транспорт. Так что, ну, то, что я хочу подчеркнуть счастье, сейчас мы доставляем на все страны, и, да, может быть, есть какие-то задержки, но, в принципе, доставка происходит. Брексит что-то поменял, опять же, что касается доставки? Конечно, конечно, поменял. Во-первых, до Брексита тоже были очень большие пробки перед Ла-Маншем, и там были такие пробки, например, что фури стояли там три недели, и даже не смогли войти в Великобританию. И там еще было такое, что, помните, четыре дня до Рождества тоже перекрытили рейсы на Великобритании с пассажирским самолетом из-за нового вида ковида. И то, что случилось, что у нас до Рождества осталось четыре дня, и больше нет способа, как доставить на Великобританию. И что мы сделали, что это такая хорошая, да, тоже учебка, что в каждой ситуации есть выход, и мы нашли и так, что заказали отдельные чарты рейс, который был только с посылками на Великобританию, и даже обратно мы получили посылки от Royal Mail не только на Латвии, но и на других странах, так что он полный с посылками туда и обратно полетел прямо 24 декабря. Ну, прям рождественское чудо. Да, да, для Польши это точно было так. Скажите, вообще, в принципе, в последний год увеличилось ли количество посылок? Как люди на разных континентах, в разных странах коммуницируют между собой? Да, знаете, тяжелый вопрос, потому что все ожидают ответа, но что я хочу сказать, что в нашем случае у нас есть еще такой вид отправки, как письменная корреспонденция. И да, и там, конечно, мы видим, к сожалению, сокращение, но те, которые пакеты и посылки, конечно, там мы видим рост. Но также влияет это на международные всякие каналы. Например, тот же самый прошлый год, февраль, у нас вообще остановился поток с Китаем, потому что в Китае в то время был самый пик вируса, и они не могли ничего не высылать. Так что, ну, есть и так, и так. Конечно, наши местные интернет-торговцы, там мы видим рост, большой рост, но есть и такой поток, где мы видим сокращение, к сожалению. Может быть, такой последний вопрос. Немногие, наверное, знают, что Латвия Спас предоставляет такую услугу, как расчетный счет. Вот есть ли у вас какая-то информация, насколько это сейчас популярно, востребовано? Может быть, многие тоже уже открывают такой счет? До сих пор открывают, да. Но на эту услугу тоже, конечно, повлияло новые ограничения, потому что никто не хочет ждать в очереди. Там мы тоже думаем новые виды, как с телефона что-то предлагать, но это там еще на будущее. Но, да, до сих пор люди пользуются такой услугой не только в Риге, и не только в сельской местности, но и в Риге. И в сельской местности это вообще, там мы видим, что банки не присутствуют в Польше, и это, в принципе, единственный способ, как получить, ну, наличные деньги. Спасибо большое. Ну, кажется, все вопросы самые актуальные еще пали. Ну, если возникнут еще, мы не станем стесняться и снова обратимся к Марсису Вилценсу, председателю управления Латвия-СПАС, который последние 15 минут был с нами. Большое спасибо. Спасибо, Вилценс, удачи в работе и уменьшение очередей, и все-таки вакцинация. И основная мысль, которую можно вынести из этой нашей беседы, почта продолжает работу, как может в сложившейся ситуации. Непонятны эти ограничения, связанные с метражом. То ли почта – это услуги, то ли почта – это больше торговля. В моем восприятии – это услуги. Самое главное, что почта работает, потому что, как мы знаем, не все удостоились такой чести. Об этом, может быть, мы в самое последнее время эфира, в 9.40, когда у нас такое будет более свободное, без экспертов обсуждение, поговорим тоже. Не переключайтесь, сейчас, наверное, будет тоже пауза, новости, ну, и потом мы вернемся в студию с новыми темами. Продолжение следует...